Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я заранее извиняюсь, если мой ответ будет как-то перекликаться с ответами коллег, потому что ответ коллег довольно много, ответов коллег довольно много, и соответственно все перечитывать я, конечно, не буду. Итак, хотелось бы узнать мнение специалистов, чем могут быть причины такого поведения у мужа и можно ли всё-таки конструктивно вырулить в сторону равноправия. В браке мы около двух лет, мне 32, ему 40. Ну, смотрите, вообще, да, я буду читать ваш текст и давать комментарий, потому что текст у вас достаточно объёмный, и пересчитывать его, мне кажется, будет не совсем рационально. Так вот, вы говорите о том, что муж в последнее время стал вести себя несколько более агрессивно, да, более подавляюще и более доминирующе. Вот. С точки зрения отношений есть какие-то триггеры, которые запускают этот механизм поведения. С точки зрения психологии поведение свидетельствует о защите, то есть о необходимости мужа защищаться, и о страхе, то есть есть какой-то страх. Вот. Соответственно, с точки зрения отношений, какое-то ваше поведение, ну, в общем-то, как бы, является пусковым механизмом для того, чтобы так вёл себя ваш муж. Вот. Может быть, ситуация и с вами напрямую не связана, а связана с тем, что происходит в его жизни, например, его какие-то неудачи, его какие-то проблемы. Вот. Вырулить конструктивно можно, но для этого требуется для начала разобраться вам в своих чувствах. Вот. И отделить вашу боль, которая хоть и нормальна, но к конкретно тому, что говорит муж, не имеет отношения, а имеет отношения только к тому, что происходит с вами. И, собственно, то, что вы могли бы выразить своему мужу, да? В контексте вот этой ситуации. Итак, вы пишите брак, ему около двух лет, ему 32, ему 40. Ну, два года срок небольшой, вот, брака. Относительно, хотя и солидный. Вот. Имеет ли для вас это какое-то значение? То, что вы два года в браке, и то, что он ему 40, вам 32. Вот. Всегда помогаю мужу в его делах, участвую во всех важных вопросах семьи. У него мама, сёстры, братья, братья, дети от первого брака. У меня только родители. Я думаю, что вот, когда вы написали вот это предложение, когда я его прочитал, у меня возникло ощущение, что поначалу ему же было хорошо, удобно на вас полагаться, да? То есть, ну, как-то вот пользоваться вашей помощью, вашей активностью сначала, но потом, возможно, появился страх, что без вас он не сможет, и страх, что вы сделаете, делаете что-то лучше, чем он. Работаем в одном проекте. Муж в последнее время стал проявлять очень сильную агрессию. Ну, надо сказать, что далеко не все люди могут совмещать профессиональные и личные отношения, к сожалению. То есть, это вот такая большая проблема людей. Дело в том, что, ну, легче, если вот люди и работают, как бы, и, например, находятся в отношениях, да, и работают вместе, и находятся в отношениях. То есть, легче переносить, то есть, легче какие-то неудачи в профессиональной сфере переносить, значит, соответственно, в личную и наоборот. Вот. Поэтому, вот, то, что вы работаете в одном проекте, ну, возможно, это бы стоило обсудить, да, вот комфортно ли вашему мужу то, как вы там себя проявляли. Ну, и вам, соответственно, тоже зависит, как это посмотреть, а комфортно ли вам. Вот. Дальше, муж в последнее время стал проявлять сильную агрессию. Агрессия, это про страх, как я уже сказал, и важно увидеть не в последнее время, а в какой момент, в какой момент, буквально. Заводит тему, которая мне интересна, но касается, но касается даже не его конкретно, а страны, друзей, знакомых, экономики, договоры, чего угодно, и требует, чтобы я не высказывала сомнения, а соглашалась с его выводами. Да, если мужчина наживил за себя так в последнее время, значит, в его жизни что-то происходит, и вот, ну, знаю, здесь все-таки постараться увидеть, чтобы все началось. Да. Вот. С моей стороны, никогда нет попыток ему чего-то навязать, но мне действительно интересно подискутировать, тем более, тема человек предлагает интересную. Я думаю, что очень сложно, на самом деле, мне будет, наверное, передать то, что я хочу сказать, но я все же попытаюсь. Вот. Я верю в то, что вам действительно интересны темы, которые предлагают ваши мужчины. Но то, как вы это говорите, что как вы говорите, что темы человек предлагает интересную, что мне интересно подискутировать, на мой взгляд, здесь есть, ну, как бы, проявление вашей рациональности. Это неплохо, но мужчина, будучи рационалистом сам, на мой взгляд, вступает с вами в конкуренцию. То есть, вот вы здесь конкурируете, получается, с вашим мужем. И это не вопрос того, что вы должны перестать, а это вопрос того, понимает ли муж, что его поведение, это следствие именно восприятия им, как конкуренции того, что вы говорите. Видит ли он в этом проблему или нет. Требует, чтобы я не... Так, последний раз сильно напугал меня, обсуждали, почему могут выдать или не выдать ипотеку. Ехали при этом в машине, делать было особо нечего, ехать еще километров в пятьсот. Тема предложил муж, я по образованию экономиста, бывший работник банка. Когда говорили, по какому принципу ее могут надобрать или не надобрать, мнение они заспали. У нас действительно разные опыты с банками. Муж перешел на оскорбление, матка, вичал, что не любит, не нужна ему та, кто, кто, что спорит. Говорил, что таким образом, якобы я пытался догадать ему, что он плохой или тупой. На самом деле, я лишь рассказал, по какому принципу могут проявляться, могут проявляться данные ипотечников. Он стал акцентом на вероятностянина догму, и мне было интересное мнение, потому что у него там был крайне необычный случай. Ну, смотрите. Стоятель заключает в том, что он нет правых и виноватых. Да. Отношения не строят оба, и, соответственно, нужно искать компромисс. Естественно, я не знаю ваших и ваших историй, я не знаю вас, я не знаю ваших обмудия. Мне видится так, что и у мужа что-то происходит, и вы, вероятно, свое мнение высказываете так, что мужа это задевает. То есть, на мой взгляд, просто случилось что-то, что вашего мужа стал задевать. Вот то, как вы себя ведете. Вот. И это, на самом деле, повод для парной консультации, это повод для семейной терапии, если муж, ну, как бы тоже считает это проблемой. Если муж не считает это проблемой, то в таком случае, на мой взгляд, разбираться нужно вам и корректировать свою модель поведения, повторюсь, дословно выявляя тот триггер, который является, ну, пусковым механизмом вот такой реакции вашего мужа. Дальше. Я замолчал и продолжил успокоиться и обсудить другую тему. Вот этот момент, момент, где вы предлагаете успокоиться и обсудить другую тему, является достаточно деструктивным. Дело в том, что человек, если у нас находится в состоянии аффекта, любые попытки его успокоить приводят только к обратному эффекту. Во-вторых, вы здесь пытаетесь отстраниться, пытаетесь как-то вот показать, что вы выше. Эта мужа раздражает еще больше. Ну, не только мужа, на самом деле, любого человека, который оказался бы на месте вашего мужа, реагировал бы скорее точно так же. Здесь имело бы смысл сказать, что вам неприятно, и имело бы смысл выразить то, что вы хотите, то есть выразить свое желание. Ну, и отношение к мужикам, конечно, то тоже. Дальше, ему все равно продолжил крик, сказал, что хочет меня, значит, выбросить из машины, прямо сейчас обсудить вещами из обычной неудачности, я такое чувство, что пытаюсь его уничтожить. Опять же, с одной стороны, это его, только его восприятие, и вы здесь ни при чем. Но, с другой стороны, есть что-то, что вызывает у него такие чувства. И, я повторюсь, речь здесь о том, насколько человек понимает или признает, что это проблема. То есть, если он настаивает сейчас с полной какой-то уверенностью, что вы должны, там, подчиняться, случиться и прочее, вот, то уже вам решат, что с этим делать. Если человек замечает проблему, проблему, если человек готов работать с проблемой, это уже другой момент. Дальше, были такие вставки, то никто в своей Москве ничего не добился, живешь со мной, то нечего спорить. Это проблема с самооценкой вашего мужа, плюс, наверное, очень много действительно какой-то подавленной агрессии и так далее. То есть, я вот хотел бы здесь задать вопрос, да, насколько вы с мужем вообще в доверительных отношениях, и какие они у вас, какие это отношения. То есть, ну, предполагаю, что вы оба рационалисты, предполагаю, что вы оба стремитесь к какому-то успеху, к реализации себя, вот, ну, насколько вы свободны, комфортны себя друг другом чувствуете. Дальше, я согласил, я сказал, что если так плохо, сойду в ближайшем городе, муж сначала замолчал, потом снова возобновил оскорбление, заплакал, а потом попытался уснуть. Опять же, не совсем понятно, вот вы соглашаетесь искренне или нет, да? Вы говорите, что муж замолчал, потом возобновил оскорбление, то есть, как, как, как вы на это реагируете? В данном случае, не совсем тоже понятно. Дальше вы заплакали, я так полагаю, от боли, от обиды, как, как, как вы с этим чувством обратились? Вот, потом вы пишете, что попытались уснуть, как бы это, так организм ваш реагирует на конфликт, на проблему или что? В какой-то момент мне стало очень больно, от того, что я должна фактически бросить семью, остаться в мало знакомом месте, все это падение во мнение. Нет, проблема глубже, но эту проблему нужно рассматривать, она находится в ваших отношениях, в том числе. Мой директивным тоном сказал, что если я хочу остаться, то обязуюсь не оперечить, не отрезать ничего, и во всех его делах помогать ровно так, как он решил, а если я буду иметь какое-то иное мнение, то могу идти с вещами на выход. Если человеку раньше было такое поведение не свойственное, а появилось это только вот сейчас, это все-таки говорит об определенном кризисе. Ну и о том, что в ваших отношениях какие-то моменты накапливались. Я не могу сказать, что все зависит от него материально, есть свое жилье, есть хорошие друзья, есть образование, работали мы с мужем в последнее время вместе. Торговля, конкуренция. Я свои услуги не навязывал, он меня попал в проект, многому обучал, где-то я своими методами наращивал продажи и клиентскую работу, с учетом того, чему ВМСК научил. Мне здесь кажется, что вы не совсем уверены в себе, с одной стороны, потому что у меня есть ощущение, что вы оправдываетесь, как будто с одной стороны. С другой стороны, есть ощущение, что мы чувствуем, что вы можете где-то быть лучше, чем он. Работу я себе почти везде найду, могу даже в незнакомом городе, остаться сфера достаточно востребована. Друзья работают в туризме, часто зовут работать к ним, мы все об этом знают. И вероятно понимают, что, опять же, вы свободны, понимают, что вы по успешнее будете, по востребованию вероятно будете, чем он. И отсюда желание вас принизить. То есть просто подумайте, откуда возникает желание принизить человека. Так, есть боль и непонимание, за что, почему он так со мной. Это про ваш внутренний конфликт. Боль – это про ваше собственное противоречие. За что, не за что. Знаете, вот вопрос «за что» – это вопрос про чувство вины. То есть я виноват, если со мной так вот обращают, значит я виноват. А вашей вины здесь нет. Есть ответственность, да. Но вины нет. А вы именно чувствуете себя виноватым. Почему он так со мной? Вот здесь, в этом вопросе, почему он так со мной, проявляется ваша тенденция к тому, что вы, несмотря на образование, несмотря на успешность, несмотря на востребованность свою, вы как будто бы не очень хорошо опираетесь на себя. То есть вы как бы отдаете предпочтение не тому, как вы реагируете, да, на вот то, что делает или говорит ваш муж. А пытаетесь понять причину, почему он так говорит. И это выдает некоторую вашу зависимость. Почему то ценит, то не ценит, почему так категоричен, можно ли добиться равенства и как? Заранее спасибо. Почему то ценит, то не ценит, почему так категоричен этот вопрос про недоверие в себе. То есть это попытка понять другого человека вместо того, чтобы разобраться в себе. То есть это выдает то, что вам не совсем ясно то, что происходит с вами. То, что происходит в вашей, скажем так, психической жизни. По поводу того, можно ли здесь добиться равенства, честно скажу, не знаю, потому что не ясен характер ваших взаимоотношений. Дело в том, что вы описали по сути только один эпизод из своей жизни. Интересует все знакомство, контекст знакомства, басук, как вы его проводите. Общая картина без подробностей интимной жизни. То есть я повторюсь, общая картина без подробностей. Вот, то есть в целом, просто как вы себя ощущаете в интимной жизни, да, и так далее. Интересует вопрос взаимодействия, интересует вопрос доверия друг к другу. Интересует вопрос ценностей, то есть интересует вопрос того, на основании чего вы сошлись, да, то есть как бы вот как это произошло. Интересует вопрос присутствие, влияние, завоевание. Вот. И вот это все. Вот эти все вещи. Интересует вопрос наличие или отсутствие у вас и у него личного пространства. Вот. То есть вот эти все вещи интересуют. Исходя из этого, уже можно будет сказать о том, возможно ли добиться равенства или нет. Но по опыту я могу сказать, что... Скорее нет, чем да, если то, что происходит, не является результатом какого-то кризиса. Вот. То есть если мы убираем вариант, при котором муж начинает так реагировать на какие-то ваши стимулы, а реагирует так, например, потому что вот он всегда так думал. И вы увидите, например, в процессе анализа отношений, что так было всегда, а то нет. Потому что, ну, понятно, что человеку 40 лет вряд ли захочет меняться. Вот. Но в любом случае ситуации бывают разные, попробовать можно, но для этого вам нужно менять модель поведения, для этого вам нужно, повторюсь, работать со своими чувствами. Вот. Тогда будет, будет видно, есть ли потенциал, есть ли возможности и хочется ли вам этого. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.